В эфире Народные новости в студии Елена Решетникова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Героям России слава. Мордовия вместе со всей страной отметила День защитника Отечества. С заботой о бойцах СВО в Краснослободском районе продолжают плести маскировочные сети и изготавливать окопные свечи. Растут настоящими патриотами. В Ковылкино устроили спортивный праздник для дошколят и подростков. Сезон велоспорта стартовал. Саранск принимает первый этап Кубка России по БМХ. Праздник мужества, стойкости и беззаветной преданности Родине. 23 февраля – один из самых любимых россиянами праздников. Поздравления и теплые пожелания в этот день звучат в адрес военнослужащих и их близких, а также всех, кто помогает в общем деле. Также 23 числа по традиции чтят память героев былых времен. Отдельное дань уважения солдатам и офицерам Великой Отечественной. Ведь от их мужества и стойкости зависела судьба без преувеличения всего мира. В преддверии праздничной даты у мемориала на площади Победы в Саранске состоялась торжественная церемония возложения цветов. Участие в ней принял глава Мордовии Артем Сдунов. С подробностями Михаил Мазанов и Владимир Ильин. День защитника Отечества – это дань глубокого уважения всем поколениям воинов, тем, кто служил и служит Отечеству. Охраняет и оберегает честь и независимость нашей Родины. В преддверии праздника мужества и героизма на площади Победы в Саранске прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам, уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Особенно значимо, что среди участников было много молодежи. Мы много говорим о патриотическом воспитании молодежи именно сегодня, и эти мероприятия способствуют этому. Наши молодые люди должны знать своих героев, знать об их подвиге. В церемонии принял участие глава Мордовии Артем Сдунов. Он возложил цветы и преклонил колено перед мемориалом погибших воинов, почтив их память. Также глубокое уважение мужественным защитникам Родины выразили представители госсобрания, правительства республики, духовенства, члены патриотических движений и объединений Саранска. Совершенно особенными чувствами пришли в этот день на площадь участники и ветераны боевых действий. Вот эти праздники все, это история, и она из года в год передается, как говорится, из в коленях в коленях. Они должны, должны это все знать. За годы Великой Отечественной войны из Мордовии на фронт было призвано более 240 тысяч человек. Почти 100 тысяч бойцов за доблесть и мужество были награждены орденами и медалями. 130 тысяч воинов так и не вернулось домой. Память о них живет и будет жить вечно. Михаил Мазанов, Владимир Ильин, Народные новости. Также в преддверии 23 февраля в Мордовии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Защитника Отечества. Героями дня стали те, кто по-настоящему достоин уважения и восхищения. Глава республики Артем Сдунов вручил высокие награды отличившимся в ратном деле, участникам и ветеранам спецоперации, а также тем, кто выполняет важные задачи в родном регионе. О героях дня Юлия Исаакина и Александр Овчинников. Как много их, тех, кто вызывает гордость, тех, кем мы восхищаемся и кому бесконечно благодарны. Россия и Мордовия славятся своими героями. Они были, есть и будут во все времена. По традиции в День Защитника Отечества страна чествует тех, кто освобождал мир от фашизма в годы Великой Отечественной, кто боролся с терроризмом в Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии, кто стоит на защите Родины сейчас. В нашей жизни течет кровь героев, победителей, а святая память о Великой Победе живет в каждой нашей семье. Мы, конечно, не дадим этой памяти угаснуть, даже возможности угаснуть. Достойным наследнием поколения победителей являются внуки и правы, наши военнослужащие, которые сегодня отстаивают святые ценности. Наши приоритеты. Самоотверженность сражается с нацизмом. Залог нашей уверенности в новом облике вооруженных сил, который сформирован благодаря действиям нашего верховного командующего, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Войска оснащаются вертовым вооружением, навещанным в расцепии техники. Сегодня все силы направлены на то, чтобы приблизить победу. Мордовия вносит свой вклад в укрепление оборона промышленного комплекса России. Всецело поддерживает воинов, их родных и близких. О подвиге наших ребят не забывают ни на минуту. Это праздник настоящих мужчин. Смелых, отважных, мужественных людей, которые и в эти минуты, проявляя мужество и героизм, вершат историю. Историю России, историю мира. Слова благодарности всем, кто помогает нашим защитникам. От преуспевающих предпринимателей до простых пенсионеров. Тем, кто помогает материально и собирает посылки. Плетет маскировочные сети и льет окопные свечи. Всем, кто согревает теплом своих сердец, наших земляков. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, высокие государственные награды. Указом президента России ордена мужества награжден уроженец Инсарского района. Анатолий отправился в зону спецоперации добровольцем. Задачи выполнял в составе одного из разведбатальонов. Орден мужества действительно заслужил. Несколько дней сам, будучи раненым, он в одиночку заботился о раненом товарище. Позже обоих эвакуировали. Только там, по сути, познаешь настоящее товарищество, взаимовыручку. Никто никогда не бросит, ни в чем не откажет и в любой ситуации помогут. Всех парней, всех ветеранов боевых действий хотелось бы поздравить с 23 февраля. Это поистине ваш праздник. Все, кто сейчас непосредственно в эти минуты бьет врага на передовой, также поздравляю с этим праздником. Также хочется поздравить отдельно с взятием Авдеевки. Благожданное и большое событие для всех воинов, которые там сражаются. Но и не обойдем стороной также медиков, которые борются за жизнью наших солдатов, гуманитарщиков, всех неравнодушных граждан, которые теперь уже также, можно сказать, причастны к этому празднику. И за что им огромное спасибо. Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся из боя. Настоящие герои не умирают. Они просто встают в другой, небесный строй. Плечом к плечу с великими полководцами и своими героическими дедами и прадедами. Две воинские награды вручили на торжественном собрании. Посмертно их передали родным бойцов. Также высокими наградами отметили ветеранов вооруженных сил, действующих правоохранителей, спасателей, сотрудников предприятий оборонного комплекса и военных комиссариатов. На торжественном собрании подчеркнули, Мордовия всегда будет бережно хранить память о героях Отечества, воспитывать в подрастающем поколении любовь к родине. Продолжится работа по развитию кадетского и юноармейского движений, а также движения первых. Завершился праздник концертом от артистов республики. Юлия Исаикина, Александр Овчинников. Народные новости. О вечной теме героизма в преддверии Дня Защитника Отечества шла речь и в Музее военного и трудового подвига. Там провели встречу подрастающего поколения с ветеранами, стоявшими на рубежах защиты Родины в разные периоды истории. В числе гостей торжественного вечера оказалась и наша съемочная группа. Студенты, школьники, представители УФСИН и главные гости вечера – ветераны боевых действий. В преддверии большого праздника в стенах музея встретились сразу несколько поколений защитников Отечества – настоящих и будущих. К подготовке организаторы подошли творчески, чтобы подрастающее поколение могло не только ознакомиться с информацией, но и сохранить в своей памяти и на душе то, что хотели донести до них спикеры вечера. Солдат России, воин – это профессия, она достойна уважения во все времена. Сколько бы ни было воин на нашей земле, на землях России, всегда вставали защитники. Это мужчины, это женщины от мала до велика защищали свое Отечество, свою Русь, свою землю, свою семью. История праздника, просмотр фильма, музыкальные номера, но самое главное – беседы с ветеранами. В разные годы с оружием в руках, защищавших интересы Родины. Из первых уст узнать о непростых буднях бойцов – дорогого стоит. Добровольцем в зону проведения СВО Юрий Полобичев отправлялся дважды. Накопленным жизненным опытом и неиссякаемой любовью к отчизне защитник поделился с гостями вечером. Был Донецк, Туганск, Сватово, Спорожье, 10 месяцев находился, выполнял боевые задачи. Я думаю, что надо рассказывать о патриотизме, о стремлении совершенствоваться, стремлении к защите Родины, любовь к Родине. Без любви к Родине мы никто, мы ничто. 23 февраля стала праздничной датой больше сотни лет назад. Этот символ уважения к истории страны и ее героям останется таковым навсегда. Точно так же, как остались вписаны в историю подвиги разных поколений наших соотечественников. Дарья Боронина, Станислав Семин, Народные новости. От всей души с любовью и гордостью. 20 февраля в Саранске подвели итоги регионального детского конкурса рисунков «Нарисуй защитника Отечества». Юлия Исаикина и Владимир Надькин готовы рассказать об авторах работ, которые признаны лучшими. В преддверии праздника настоящих мужчин, патриотов Родины, филиале фунда «Защитники Отечества» провели региональный конкурс детских рисунков. Юным художникам со всей Мордовии предложили нарисовать тех, кем они гордятся и кого считают героями. Практически все школы республики приняли участие. У нас откликнулось более двух тысяч ребят, которые нарисовали своих отцов, братьев или просто героев, таких как Давид Малыкин, герой России. Главная цель конкурса, конечно же, патриотическое воспитание молодого поколения, а еще сохранение памяти о подвигах наших военнослужащих. Жюри определили победителей и призеров в трех возрастных категориях. Возраст самых юных талантов от трех до семи лет. Победительницей в самой старшей возрастной группе признали Веру, студентку Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности. Свою работу она посвятила отчиму. Вместе с товарищами он выполняет одну боевую задачу за другой в рамках спецоперации. Сейчас защитник приехал в заслуженный отпуск. Воин поблагодарил ребят за творчество, в котором так много тепла, заботы и поддержки. Нам тоже приходят рисунки. Конечно, помогает эта фирма. Так что благодаря вам победа будет за нами. А вот учница 43-го лицея Саранска Ксения Собурова посвятила свой рисунок человеку, которого никогда не знала лично, но которого, безусловно, считает настоящим защитником Отечества – полковнику Виктору Исайкину. Я видела статью про его подвиги, и меня очень заинтересовала эта личность. Считаю то, что надо помнить про подвиги наших соотечественников. Кроме основных призеров отметили работу, завоевавшую приз зрительских симпатий. Ее нарисовала первоклассница Юлия Пелагейкина из Отяшевского района. Кстати, скоро все рисунки, которые были представлены на конкурс, отправят вместе с гуманитарной помощью в зону проведения СВО. Как добрый привет с малой родины и как поздравление с 23 февраля. Юлия Исайкина, Владимир Надькин. Народные новости. В Краснослободском многопрофильном лице инициативу оказывать помощь нашим бойцам поддержали сразу. Порыв объединил не только педагогов и родителей, но и учеников. Дело нашлось каждому. Одни аккуратно плетут маскировочные сети, другие стараются, чтобы вдали от дома боевые будни наших ребят стали хотя бы чуть-чуть светлей и теплей. Свечи, конечно, научились делать сами наши педагоги. Мастер-классы сейчас можно научиться поделиться опытом и через интернет-источники. А вот изготавливать сети мы начали по инициативе бывшего педагога аграрного техникума, представителя казачества Ягодкин Виктор Алексеевич. И вот получали мы мастер-класс как раз-таки в Саранске. К задачам ребята подходят ответственно, помогают друг другу. За неделю все вместе сплетают одну маскировочную сеть. Узелок за узелком, лента за лентой. Именно так формируется большое полотно. Принцип работы простой, движения аккуратны и отточены до мелочей. Мы сначала оплетаем ее по бокам и начинаем плести снизу вверх. Плетем по ячейкам на одну сторону, мы плетем одну полоску. Мы на переменах, когда у нас стоит сеть, мы с девочками и даже мальчиками плетем сеть. Изготовление свечей – дело ответственное. Чтобы они не коптели и долго горели, нужно быть внимательным. На помощь приходят учителя, но и сами ребята знают, как и что делать. Вот мы берем банку, вот у нас есть картон. Вот ножницы, мы как бы режем этот картон, и у нас получается вот такие вот штуки. Эти штуки мы вставляем друг к другу. Можно сделать третий, ну как-то вот так вот, чтобы это все выглядит. И потом вставляем фитиль, и получается вот это. Процесс работы идет непрерывно. Каждый из ребят и взрослых старается передать нашим бойцам, находящимся в зоне СВО, максимум заботы и душевного тепла. Валерия Новикова, Дмитрий Малахов. Народные новости. Краснослободский район. В добрый путь. 23 февраля из Саранска в Сочи отправилась масштабная делегация. Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи, для которого остались буквально считанные дни, в день своего отъезда устроили на железнодорожном вокзале небольшое шоу. Как это было, расскажем и покажем в сюжете. До Всемирного фестиваля молодежи в Сочи еще неделя, а из Мордовии уже выехала представительная делегация. Эти люди не просто станут частью глобального международного события, они помогут провести фестиваль на высшем уровне. У волонтеров особая миссия. Они должны достойно представить нашу страну и сделать так, чтобы зарубежные друзья захотели вернуться сюда снова. Волонтеры уезжают в символичный праздник, в День защитника Отечества. И, наверное, это символично, что они едут защищать честь нашей республики и честь нашей страны на международной арене. Поэтому я желаю сделать это достойно. Я желаю приобрести крепкие связи и контакты. Я желаю нашим волонтерам, чтобы они показали всю нашу мощь, добровольчество, сообщество, добровольчество республики. И надеюсь, что они будут самыми классными на этом международном событии. Перед долгой дорогой волонтеры получили особый подарок – талисман мордовской делегации «Лисенка Вейсы», что с ирзянского переводится как «Вместе». Перед тем, как отправиться в Сочи, все волонтеры прошли обучение. Ну, я поняла, что нужно себя проявить, нужно показать, чтобы точно тебя заметили и отобрали. Поэтому я старалась сделать все возможное, чтобы показать, ну, выделиться и показать все свои навыки и умения. Так как мы находимся все в одном инфополе, то о Всемирном фестивале молодежи и о возможности стать волонтером я узнала сразу же, потому что все новостные ленты были заполнены этим прекрасным событием, подала заявку, прошла все этапы отбора. И вот сегодня, 23 февраля, мы уже скоро выезжаем. Влиться в команду фестиваля ребятам предстоит уже на месте, там их распределят по направлениям, расскажут о задачах и научат их решать. Напомню, Всемирный фестиваль молодежи на федеральной территории «Сириус» будет проходить с 29 февраля по 7 марта. Проведение такого события поистине планетарного масштаба – инициатива президента России Владимира Путина. Ирина Семенова, Народные новости. Ко дню Защитника Отечества в Мордовии приурочили много событий и акции. Организовали веселый, вместе с тем патриотичный спортивный праздник и для ковылкинских дошколят. В детском саду «Улыбка» прошел самый настоящий спортивный праздник. К играм и конкурсам присоединились не только малыши, но также ребята постарше и взрослые. С самых ранних лет перед глазами пример для подражания. Кадеты показали своим будущим преемникам мастерство в строевой подготовке. Малыши в стране не остались и также продемонстрировали, чему успели научиться. Ну а затем приступили к состязаниям. Соревновались не только в спортивных играх, но и в интеллектуальном противостоянии. Все задания тематические. Ребята пытались примерить на себя роли тех, кто посвятил себя служению России, а также побольше узнать о том, каким должен быть настоящий защитник Отечества. А родители и педагоги поддерживали своих малышей. Ну а в конце пели песни у искусственного костра. Про того, которого любила, Про того, чего письма перегла. Про того, которого любила, Про того, чего письма перегла. В улыбке подобные мероприятия проводят часто. Патриотизм и любовь к родине перевиваются с самого детства. Сезон велоспорта открыт. Один из важнейших национальных турниров по доброй традиции стартовал в столице Мордовии. Саранск с 22 по 24 февраля принимает первый этап Кубка России по BMX. За первыми заездами и церемонии открытия соревнований следили мои коллеги. Саранск столица велосипедного спорта Кубок России по BMX не случайно каждый год стартует именно здесь. В Мордовском центре велоспорта уникальный крытый трек, Который даже зимой дает возможность проводить большие и важные соревнования на высоком уровне. В этом году здесь стартует уже юбилейный 15 сезон Кубка. Предстоит очень интересный сезон. У нас планируется 10 этапов Кубка России. Также в этом году у нас планируется 3 этапа Кубка России в ритм-треке. Новая дисциплина. У нас приехали новые регионы, которые до этого не участвовали в мероприятиях. У нас новые объекты. Не устанем говорить слова благодарности в адрес республики за строительство уникального спортивного сооружения объекта Суперкросс по всем самым современным стандартам. В этом году у нас чемпионат России проходит здесь в Саранске на новом объекте. Уникальная спортивная инфраструктура действительно позволяет воспитывать сильнейших гонщиков. По итогам 2023 года в рейтинге Минспорта Мордовии велоцентр был признан лучшей школой Олимпийского резерва. Один из важнейших критериев – количество и статус наград, заработанных воспитанниками. Подтвердить достижения предстоит и в этом году, в том числе и заняв места на пьедестале Кубка России. У мордовских спортсменов все шансы. Они – одни из самых ярких звезд турнира. Самые главные фавориты, как было по хроногонке вчерашней, это Владислав Неярский, Александр Катышев. Это наши местные спортсмены, которые должны между собой решить, кто из них выиграет первый этап Кубка России. Но не стоит забывать, что есть еще достойные конкуренты. Никита Ермаков, город Москва, победитель чемпионата России 2023 года – Евгений Клещенко. Молодые спортсмены, которые не так недавно перешли в категорию элита – Илья Машков, Александр Казанцев. Статус фаворита турнира ко многому обязывает, поэтому мордовские гонщики не расслабляются и стремятся выложиться на полную. Все спортсмены приехали, народу очень много, в возрастном классе элита, вот в моем классе, да. Все приехали, все лучшие из России, поэтому борьба будет ожесточенная, жаркая. Но среди девушек основные надежды связаны с участницей Олимпиады в Токио Натальей Суворовой и гонщицей, которая взяла бронзу прошлогоднего Кубка Светланы Адмакиной. Конкуренцию им составят москвичка Ярослава Бондаренко и петербурженка Виктория Васькова. Борьба обещает быть серьезной. В прошлый сезон я не начинала с первых этапов, сейчас я начинаю первый этап, но достаточно мало времени было для подготовки. Я сейчас нахожусь еще в процессе тренировочном, поэтому все-таки гоночные моменты будут больше как тренировочные, то есть посмотреть, что как. Поэтому все-таки начинает сезон в феврале для меня непривычно. За три соревновательных дня на мордовский трек выйдут более 400 гонщиков. Помимо класса элита, это и самые маленькие спортсмены 2018 года рождения и младшие. А также юноши и девушки 13-14 и 15-16 лет, юниоры и юниорки 17-18 лет. В рамках Кубка проходят всероссийские соревнования, победа в которых даст право выступать на 22-й юношеской спартакиаде учащихся. В Саранске также пройдет второй этап Кубка России. В столицу Мордовии гонщики вернутся 27 марта. Здесь же, но уже на новой суперкросс-трассе, пройдут финальные заезды турнира. Ирина Семенова, Сергей Соколов. Народные новости. На этом у меня все. В студии была Елена Решетникова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.